Продолжение следует... Сегодня мы его протестим с лезвием Дорка. Такие синие, короче. Посмотрим. Итак, чтобы не терять время... А, да, сбил я пену прекрасную из, в общем, крема для бритья Викинг. Викинг. Сейчас у нас жара. У нас Алмата дает жару. Кстати, я знаю, все критиковали, но я решил, по вашему совету, пишите комментарии, но будьте взаимновежливы. В общем, делать как удобно мне, а не как принято. В общем, я купил вот такую чашу давно, но меня пристыдили зрители, сказали, это не чаша для бритья, а чаша для забора мыла. Вон туда нужно шайбу по размеру мыла купить. В общем, такого мыла у меня нет. Я, субъективное мое мнение, у всех, у всех чаш для бритья должна быть ручка. Потому что руки в мыле скользкие, она, в особенности керамическое, выпадет их она. Так. А, да, пока кожа лица размикает, давайте. Станок Ховард стал одним из моих любимых. Я стараюсь быть объективным, я благодарен спонсорам темы Мир Бритв, да, но стараюсь быть объективным. Там еще столок, станок Бали, кажется, прислал Александр Петров. Он такой более там у него и люфтит. Ну, тут все в чем-то хорош, ну, наверное, стоит своих денег. Оп, открыли. А вот этот, вот этот, тут, кстати, дорка, ну, такой классный вкладыш, вот этот вот. Даже на нем какой-то приятный рисунок. Вот нет мелочей. Вот открываешь и получаешь эстетическое удовольствие. Видали? Так, берем за края, за торцы. Вот сегодня, кстати, я в эту воду, вот в эту горячую, но не кипяток, пару капель этого средства для мытья посуды каплю, чтобы легче промывалось станок, как вы и советовали, уважаемые зрители. Так, закручиваем. Я его, да, буду называть теперь станок с характером. Он достаточно тяжелый. Кое-что потом расскажу про эту ручку, но в конце. Давайте, увидели? В общем, вот, вот, вот как надо делать чаши для бритья. Мое субъективное мнение. Должна быть ручка. Ручка должна быть. Ой, ой, аромат еле уловимый, но очень-очень приятный. Если вы обратили внимание, я подстригся. Почему? Потому что в этом есть еще и мистика. Короче, есть такое поверье. Некоторые поверья народные, они не на ровном месте, что когда, в общем, много отрицательной энергии, информации и тому подобное, кстати, к этому бритье относится. Нужно пойти и подстричься. Что я и сделал. Видали? Ну, мне очень нравится. Там есть три выступа, в которых шайба должна не прокручиваться. Они помогают сбить пену, короче говоря. Так. Я записываю, я не льстю, как там по-русски, правильно, в своей памяти, в журнал, короче. Вот с этим лезвием, мне кажется, этот станок еще не прогонял. Ну, давайте посмотрим. О, станок, конечно, поет. Ну, бреет, бреет пока неплохо. Мне нравится. О, чудо. Ну, супер, супер. Так вот, так как я станки часто меняю, благодаря вам, уважаемые спонсоры моего канала, то, конечно, каждому отдельно я привыкнуть не могу. Но приходится приспосабливаться. У этого станка мне нравится все, кроме, по мне, очень слишком длинная ручка. Ну, это субъективное мнение. Я исхожу из размеров, собственно, руки. Видали? У меня рука небольшая. А, видали? Торчит. О, то есть, приличный размер. Так, ну, давайте это. В общем, из прошлых обзоров я сделал выводы. Чтобы было скольжение, по скольжению хорошим, надо чаще наносить пену. Ну, обычно все равно мы взбиваем чуть больше, чем надо. Вот. И слишком много не проходить по участкам кожи, где ее уже нет. Хе-хе-хе. Будет. И будет вам скольжение по лощам. Вот. На вкусненькое интрига. В конце я расскажу о своей рационализаторской идее. Я ее дарю производителям. Бесплатно. Поэтому, почему нужно смотреть блогеров и шеймеров? Потому что они по чадроте души своей, я, конечно, это самая ирония у меня, я бы не отказался, если бы заплатили, могут таки вам инженерам, инженерам, дизайнерам посоветовать. Ага. Я тут смотрю, в общем, канал. Дискавери, что ли. Там есть это, в Лас-Вегасе есть, это, как его? Ой, ломбард, ломбард. И туда принесли гитару. В общем, не буду умничать, джазовую. И вот эксперт сказал, в чем плюс? В том, что, когда ее делали, хватило тямы, ума у производителей обратиться к музыкантам. Оказывается, специфика джазовой гитары. В общем, играть сидя. И они сделали там определенный выступ. И, в общем, сделали идеально, удобно для музыканта. Я к чему веду, что, ну ладно, с этой стороны. Что, почему бы производителям не обратиться производителям станков к блогерам, ветшевым, тем, кто, ну, в общем, занимается много лет этой темой. И сделать станки, которые таки будут, наконец, удобны. Ну, для большинства. Есть порезы, но, я скажу, это тот случай, когда впечатление не портит. Может быть, это связано с тем, что я очень, как бы, долго не брился. А брос, вообще, как дикобраз. И там, какие-то дефекты кожи. Ну, в общем, не подумать, что я хочу выгородить станок или вот эти лезвия Дорка. Может, и вправду они агрессивные. В общем, можно обратиться не к этим группам. Знаете, есть такие тестовые группы. В общем, я был в одной такой. Нас опрашивали по интернет-связи. Как ее назвать? В общем, там, мое мнение, не в обиду вот этим тестовым группам, тест-группам, короче, да, там не заплатили за участие. Но мое впечатление, субъективно, что вот эта девушка, которая нас опрашивала по будущему названию интернет-продукт, она вообще к нам не прислушалась. Это была проформа. Ей нужно было эти анкетки заполнить. Мое субъективное мнение. Потом, когда вышла реклама этого добьем чуть-чуть, интернет, в общем, какой-то новый скоростной интернет там предлагали. И я там не обосновался в позиции, что надо вот так назвать, другие тоже. А все равно они назвали вот как хотели, так и назвали. Из чего я делаю вывод, что они просто за уши притянули, им нужно было отработать деньги, вот эту фокус... Фокус-группа, фокус-группа. Вспомнил. Елки-палки. Был я там пару раз в этих фокус-группах, но там есть ограниченное количество, там типа это, сильно часто тебе участвовать не дадут. там тоже есть некие стандарты, в общем, требования какие-то. Да, вот несмотря на то, что есть порезы, вот, может быть, все-таки станочек мне этот нравится, как-то нормально, но порезы есть. Так, теперь этот, как его, местами подбреем. постепенно я отрабатываю свою технику, в прошлый раз я вам говорил, по 6 раз по одному месту не проводить, где это. Уже нет пены, скольжения не будет. То есть, вот это, я не считаю, что проблема скольжения, по скольжению надумана, но мне кажется, вот методом проб и ошибок, я для себя нахожу некие ответы и решения. Ну и делюсь с вами. Вот. Да, может быть, лезвие Дорко. Ну, короче, потом, через раз один этот, обзор следующий будет, подруга, станков, других спонсоров. В общем, другим лезвием прогоним. Пытаюсь от крышки, как вы советовали, чтобы снивелировать эту, как его, ну, Дорко и вправду, агрессивный. Все равно, в памяти не удерживается, столько лезвий, то мы не можем споить. Так, хоре. Вот она, наша рыцарская чаша. Если вы заметили, сегодня я не снимал два блока. Честно сказать, надоело. Попробовал. Ой, объясняешь, чем будешь бриться. Прошелся, грубо говоря, два раза, местами подбрил. Порезы есть, ну, есть, вот видите, правду от вас не скрою. В кадре же все, в кадре, поэтому эксперимент, основа научного исследования, что ли, что-то такое слышал. Так, одеколон этот, Саша, Новая Заря, подорожал, короче. Я уже не помню, за тысячу, что ли, я убрал. Все у нас подорожало. Так, надо хорошо обработать, особенно здесь. О, порезы, чуть-чуть. Ну, здесь еще в одном месте, чуть-чуть. О, но общее впечатление хорошее. Вот, 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 сейчас еще обработаю. Вот, признаю, и массажик. О, 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 бодрит, бодрит, поэтому, наверное, многие пишут из вас, что бреются утром, чтобы проснуться. Итак, вот сейчас, как я сделал, так делать нельзя. Можно порезаться, но станок грязный, в кадре показывать не хочу. А вытаскивать лезвие, мыть его это время. В общем, станочек мне этот нравится, и теперь, ну, мне не нравится это слово, на сладенькое, дурацкое, короче, на десерт. Звучит более. Сейчас я вам расскажу, вам, и вообще, инженерам, или инженерам, как правильно, дизайнерам, что я предлагаю. А если такие станки уже есть, то пишите в комментариях. Значит, я не первый, кто до этого додумался. В общем, по моему субъективному мнению, эта ручка слишком длинная. А что мешало производителям сделать вот что? Я не говорю, что сделать две, две части закручивающиеся, наверное, это перебор. Одно. То есть, сделать ручку небольшой. И тут аккуратный такой переход, закручивается, как бы, она удлиняется. В общем, она продается вот в сборе. Вы пробуйте, брейтесь. Если вам кажется, что ручка длинная, ну вот как мне, ну все мне нравится в этом станке. Но он мне напоминает маузер. Не в штаны спрятать, не в кобуру засунуть. Кошмар. Какое-то ручное ружье. Ну он так и есть. У маузера этот, говорят, кобура разворачивается, там как-то пристегивается, получается вообще там тихий ужас. Ну, почти ружье. Охотились даже. Вы понимаете, о чем я говорю? Что, вот все же, вот, ну, вообще речь о чем идет? Что цивилизация, технологенный прогресс, они должны делать нашу жизнь комфортнее, удобнее. А что мучиться-то, да? У всех разные руки. Вот у меня рука небольшая. Короче говоря, то, что я советую инженерам и дизайнерам. Значит, вот, не обязательно на три части слишком перебор. Вот, например, вот тут, вот на этой части можно было сделать закручивающуюся часть. То есть, человек бреется, ему не понравилось. Длинноватая ручка, он ее открутил, убрал. Ну, вы поняли, тут не будет торчать штифт с резьбой, потому что он будет в той части. То есть, можно все продумать. Побрился, показал, слушай, оказывается, с длинной ручкой. Короче, это удобней. Опять прикрутил. Или по настроению. Это, ну, есть люди, да, вот сегодня нравится, длинная ручка завтра, не нравится, мало ли, может вы поменяете технику бритья. Вот такое у меня предложение для инженеров и дизайнов. Почему бы это не сделать? Вот как те производители джазовой гитары, кажется, так называется. Они посоветовали, собрали все эти мнения, сделали потрясающую гитару, которую 62-го года выпуска, вот в наше время ее продали, у нее цена 8,5 тысяч долларов. Представляете? Вот. В общем, вот сегодня мы побрились. Мне очень понравилось, несмотря на то, что вот здесь вот, ну, вот здесь это, ну, мне кажется, это все-таки, я признаюсь, это дефект кожи. Ну, в смысле, проблема с кожей в данном случае. Вот. А так мне очень понравилось. Кладенько все, все хорошо. Еще, кстати, напоследок скажу. Мне кажется, почему возникают вот эти у меня проблемы с кожей. Я бреюсь очень редко из-за видеообзоров, там, чтобы обрасти. А если бы я брился чаще, то, естественным образом, они бы срезались и кожа, она бы такая оставалась. То есть у меня есть такое еще подозрение. Вот. Редко бреюсь, кожа отвыкает и потом вот эти порезы. Может, конечно, ошибаюсь. Спасибо еще раз Александру Петрову за предоставленный станок Ховард Матэ Блэк с бамбуковой ручкой. Он мне, в принципе, нравится все больше и больше. Видно, я к нему привыкаю. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok